Всех благ и пусть будет мир. Добрый день, Лена, здравствуйте. Смысл такой, теперь Вашингтон готов помочь Еревану, очевидно, мечтая создать новую антироссийскую платформу в Закавказье, говорит Слуцкий и продолжает, опять в кавычках, партнерство и помощь развитию в американском стиле не принесло пользы ни одной стране мира, но принесло лишь беды, горе, кровь и разрушение. Конец цитаты. Угрозы, как видим, идут прямым потоком и достаточно мощными, прямым текстом. Но вот вопрос такой. Российский депутат огорчен, что Вашингтон хочет помочь Еревану. Давайте рассмотрим, а в чем, собственно, помочь, почему Армении понадобилась помощь, в чем именно нужна помощь и почему эту помощь не может оказать Москва, Россия, которая является по бумагам, по документам стратегическим союзником Армении. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки сейчас являются единственным государством, единственной великой державой, которая старается максимально оказать содействие армянам в Армении, армянам в Арцахе, с целью предотвращения геноцида армян в Арцахе и с целью помочь Армении укрепить государственную независимость и создать платформу для возможности Армении вернуться в естественную среду цивилизационную. Это европейская цивилизационная среда, и мы можем констатировать, что фактически слушания в Конгрессе и в Сенате являются голосом армянского населения Арцаха, которое сейчас уничтожается с помощью голода, с помощью блокады. И когда вы задаете вопрос, почему Россия не может помочь, дело в том, что именно Россия и Азербайджан совместными усилиями в 2020 году создали тот статус-по, в котором находится сейчас Арцах, находится Армения, и фактически все, что происходит сейчас с Арменией и с Арцахом на Южном Кавказе является результатом сговора России, Турции и Азербайджана. За два дня до вторжения России в Украину Азербайджан подписал Московскую декларацию с Российской Федерацией о стратегическом, политическом и военном сотрудничестве. Это рамочный документ, и фактически мы видим, что подобный документ является платой Азербайджана за российское содействие в успешном проведении операции на Южном Кавказе. Зачем России нужна была подобная операция? Дело в том, что перед вторжением России в Украину, России необходимо было обеспечить альтернативные способы снабжения российской экономики, российской армии, и подобный коридор мог существовать только через Азербайджан и Турцию. Коридор успешно не выйдет. Россия продает свои ресурсы и Турции, страны Европы. И таким образом Азербайджан и Турция помогают России финансировать войну в Украине. Спасибо. Теперь давайте еще раз посмотрим, а почему Россия негодует, почему Слуцкий нервничает, говорит, вот Запад, вот Вашингтон хочет помочь. То есть помочь, я опять возвращаюсь к своей формулировке, но я понимаю, и вы понимаете, почему я это спрашиваю, почему Москва нам не помогает. Вы говорите, потому что Москва сама Армению завела в то положение, в котором находится Армения. И тогда почему Россия переживает за это? И на сколько, и на что она готова пойти, чтобы предотвратить эту помощь Армении? Ну, логично, что Россия выражает свое беспокойство, так как любая помощь Армении в отходе от зоны оккупационного влияния России приведет к тому, что российские планы на Южном Кавказе будут нарушены. Логично, что Россия всеми силами будет противодействовать данному сценарию. Как Россия собирается противодействовать, как и каждое государство, а в условиях России, которая имеет мощную агентурную сеть в Армении, в которую входят как простые граждане, так и представители политического эстеблишмента, военного эстеблишмента, Россия будет использовать те ресурсы, инструменты, которые есть в Армению, в России. Мы знаем, что после 1999 года, когда было уничтожено высшее руководство в Армении, к власти были приведены представители российского влияния, Армения фактически находится в положении оккупированного государства, де-факто, и интересы Армении не существуют в рамках российского горизонта стратегического анализа, так как россияне не видят никаких армянских интересов, и существуют только российские интересы, и армянские элиты обязаны действовать в соответствии с интересами Российской Федерации. Безусловно, что изображение Турции в качестве партнеров не просто является приоритетными партнерами России, это стратегические партнеры Российской Федерации, и Армения не является тем фактором, который россияне учитывали в качестве независимого фактора международной политики, они видят Армению в качестве своей колонии, но и действовали так, опять же опираясь на своих ставленников в Армении весь этот период. Последний период, начиная с 1 сентября, опять говорится о том, что есть опасность военной эскалации, военной агрессии со стороны Азербайджана, стоит ли рассматривать в отношении Нагорного Карабаха и Армении, в частности, стоит ли рассматривать это в контексте вот этих угроз России, это первая, значит, первая опасность идет, значит, исходит от Азербайджана, и вторая в Армении уже называется даже дата, когда руками России, ну так говорят внутри аналитики, эксперты, руками Москвы или по инициативе, под воздействием, в общем, по инициативе Москвы, в Армении, в Ереване, возможно, будет поднять, даже совершить переворот, то есть и изнутри там будет у нас гореть, и на границах будет пылать, полыхать. Насколько реальная опасность, по-вашему, такого сценария? Ну, безусловно, что уровень опасности достаточно серьезный. В Кокосе и Азербайджану жизненно необходим коридор Сюник для того, чтобы усилить взаимодействие с Турцией, в том числе по переброске запрещенной комплектации к ракетам, которые производятся в России и с Турцией, в том числе для расширения транспортировки энергоносителей нефти и газа через Турцию. И мы должны понимать, что сейчас сдерживающим фактором для Азербайджана является позиция Европейского Союза, Франции, ведущих стран Европейского Союза и, конечно, Соединенных Штатов Америки. При этом Азербайджан также является, в соответствии с поправкой 907, является партнером Соединенных Штатов в противодействии Ирану. То есть клубок геополитических проблем достаточно серьезен. Азербайджан смог создать союзнические стратегические отношения как с Россией, так и с Соединенными Штатами. Также мы знаем, что Азербайджан является союзником Израиля, является фактически единым государством с Турцией, с членом НАТО и поддерживается такими странами, как Пакистан и Афганистан. То есть это вкратце та ресурсная база, которой обладает Азербайджан, который смог выстроить качественные стратегии по продвижению своих интересов. В чем состоит проблема союзников Армении, фактических союзников Соединенных Штатов и Европейского Союза? Армения должна артикулировать свою позицию. То есть должны быть обнародованы данные об участии России в войне 2020 года, да те данные, которые имеются, должны быть предоставлены фоткологические анализы касательно участия России и планирования операций 2020 года, давлений, которое оказывалось на Армении. Причем это должен быть программный документ, который даст возможность опираться в том числе Сенату и Конгрессу Соединенных Штатов на позицию Армении в данном вопросе. Сейчас Сенат и Конгресс опираются на формальную позицию, то, что Россия выполняет роль миротворцев. Россия являлась единственным государством, которое организовало процесс 2020 года. Объективно армянская сторона эти факты не предоставила для того, чтобы они были учтены. Не учитываются факты, что Россия является главным актором, фактически начиная с Первой Карабахской войны. Это в тот период остановка контрнаступления вооруженных сил Армении, когда были выдвинуты соответствующие угрозы в отношении армянского государства. Об этом в Армении никто не говорит. Следующие – это организация 1999 года и прямое участие Российской Федерации. И теперешние события, когда Армения потеряла все свои завоевания. И Россия выстроила наиболее удобную парадигму для себя, которая для Армении является катастрофической. Но Соединенные Штаты и коллективный Запад не может оказывать полноценное содействие Армении, пока Армения является юридически военным союзником Российской Федерации. То есть логично, что полноценная помощь Армении оказываться не может. Россия действует против Армении враждебно. И фактически позиции Армении достаточно зыбкие из-за отсутствия ясной позиции. Нельзя одновременно полноценно опираться на помощь Европейского Союза и Соединенных Штатов и юридически быть военным союзником России. Я вижу, что это главная проблема, которая стоит перед Арменией. Армении необходимо делать выбор. Давно об этом говорится. И по-вашему, почему до сих пор Армения не сделала этот шаг, не сделала этот выбор? И как вы думаете, в свете всех этих угроз и всех этих заявлений пойдет ли Пашинян на такой шаг? Сам Пашинян. Мы говорим о том, что у нас готовится переворот. Может быть, именно с этой целью будет переворот, чтобы не пойти на этот шаг? Мне достаточно сложно комментировать мне из-за рубежа возможные шаги премьер-министра Армении. У меня нет подобной информации о его действиях. Но если говорить о армянской государственности, то шаг в подобные жизненно необходим. Дело в том, что иначе Армению ждут исключительно тяжелые времена. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, необходимы надежные гарантии безопасности. Данные гарантии безопасности Армении могут предоставить только Соединенные Штаты и Европейский Союз на данном этапе. И является очевидным, что позиция Государственного департамента Соединенных Штатов и особенно законодательной власти Конгресса и Сената, решения которых притворяются и будут притворяться в реализацию государственной политики, смогут стать тем основанием, которое и позволит Армении выйти из сегодняшнего тупика. Для подобных решений Армении необходима субъектность, независимость, ясная, прагматичная политика, для того, чтобы была в мире ясность о реальной позиции Армении. И, боясь рассердить Россию и все глубже уходя в воронку событий, с которой нет выхода, Армения будет только ухудшать свою ситуацию. Армении необходимо выбрать ясный вектор политики, однозначный вектор политики в данной ситуации. И это единственное, что может стать спасением для Армении. Я правильно поняла, вы говорите, Армения должна артикулировать свои позиции. И если я не ошиблась, вы меня поправьте. И вы предлагаете, чтобы Армения провела, дала политическую оценку роли России в войне 20-го года, в частности, и роли России, если вы упомянули и Первую Карабахскую войну, в Закавказе в целом, может быть, после распада Советского Союза, начать, может быть, с этой точки можно. То есть вы указали на необходимость документированной или в каком-то письменном виде политической оценки роли действий России в Закавказе. Логично, что любая позиция государства должна иметь оформление в качестве стратегического документа, в котором рассматриваются все вопросы безопасности государства и необходимые шаги для обеспечения безопасности. Без анализа и оценки периода независимости и действия властей Армении, всех процессов, которые происходили, начиная с 91-го года, без концептуального документа, который будет представлен мировому сообществу, и где будет раскрыта роль Россия в этих процессах, невозможно без какой-либо отправной точки двигаться вперед. Вот это первое. Второе. Армения является на данном этапе союзником страны, военным союзником и стратегическим союзником по всем документам, страны, которая осуществляет преступную агрессию Европе, которая развязала фактически Третью мировую войну. И любое сотрудничество с подобной страной, которая, кроме того, еще действует против Армении, которая действует против Армении совместно с Азербайджаном, любое подобное сотрудничество и наличие правовых и договорных обязательств, уровень военного и стратегического партнерства, может привести Армению только к трагическим обстоятельствам. Сегодня такая новость тоже прошла. Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС принять санкции против азербайджанских чиновников, виновных в деле о незаконном аресте общественно-политического деятеля и ученого Ибада Губаду Глум. Санкции. Да, с чего-то вроде бы начали. Это серьезная резолюция, об этом много говорилось, о том, что арест незаконен ученого Ибада Губадулу. Как вы думаете? Сейчас опять вернемся к ситуации в Нагорном Карабахе. Вот вчера, вы тоже напомнили, шли слушания, и все эти заявления по ситуации в Арцахе было зафиксировано. То есть то, что там катастрофическое положение было всеми признано. Было признано, что виновником всего этого является Азербайджан. Как вы думаете, будут ли от призывов к действиям, чтобы был открыт этот коридор, чтобы народ Арцаха не чувствовал вот этот Дамоклов меч над своей головой? От слов к делу, и если к делу, то это санкции, это что? Как могут, ну, скажем так, называется так, мировое сообщество? Как, кто, как может помочь все-таки, чтобы народ Арцаха не был в таком ужасном состоянии, в котором он сейчас находится? Прекратилось бы это, эти пытки этого народа? Смотрите, мировое сообщество, либеральный мир, да, свободный мир, который не уничтожает другие страны, который основан на принципах демократии, безусловно, поддерживает и Армению, и народа Арцаха. Но Соединенным Штатам, в том числе и Государственному департаменту, очень сложно без прямого обращения руководства Армении, без оценки руководством Армении объективной текущей ситуации, исключительно сложно за Армению проводить армянскую политику. Понимаете, Государственные департаменты, Соединенные Штаты опираются исключительно на формальные документы. Сейчас формальными документами является мандат российских миротворцев в Арцахе, на Горном Карабахе. Российские миротворцы являются гарантом мирного соглашения, это один формальный документ, и другие формальные документы, это союзнические отношения Армении с Россией. Безусловно, США понимают и роль России в организации войны 2020 года, и роль России в организации блокады Арцаха. Но без артикуляции ясно выраженной позиции Армении какие-либо действия за Армению ни Соединенные Штаты, ни Франция, ни другие государства предпринимать не могут. Касательно арцахцев, касательно Карабаха, мы должны понимать, что Соединенные Штаты не допустят чистки, физические уничтожения, либо любые другие действия, которые квалифицируются как геноцид в отношении народа Арцаха. Но Соединенным Штатам очень сложно действовать политически, так как это было скосво в отношении Арцаха, так как те действия властей теперешних и предыдущих Арцаха, которые происходили, ясно свидетельствуют о том, что власти Арцаха и Нагорного Карабаха исключительно работали на интересы Российской Федерации, и подобная деятельность происходит и в данный момент. Соответственно, проблема народа Арцаха в том, что эта проблема создана именно руководством Арцаха, которое не руководствуется интересами армян, армянского населения, а действует исключительно в рамках внешнеполитических целей России, так же, как это и было во время войны 2020 года. Если вы проанализируете, если все действия в рамках 44-дневной войны будут проанализированы и структурированы, то будет однозначно ясна роль России и действия военного и политического руководства Арцаха. Однозначно, что не были предприняты все усилия армянской стороной для того, чтобы результаты войны были иными, чем тот статус-во, который сложился на данный момент. Сегодня Армении и Арцаху приходится иметь дело с результатами военных действий 2020 года, и Азербайджан, Турция и Россия действуют в соответствии с этими результатами. Так это происходит. — Считаете ли вы, что нынешняя ситуация в отношениях Армении и России взрывоопасна для Армении? Или это внешние эффекты? Помним, как и Путин сказал, что у нас с Пашиняном спокойно мы обсуждаем все вопросы. И Пашинян на публике говорит, что там Мария Захарова, я не слежу, я не обязан следить, но с Путиным у меня вроде все хорошо. Вроде Путин с Пашиняном спокойно обсуждают, а тут шум гам-тарарам. Угрозы и... То есть вопрос такой, вы считаете, что взаимоотношения, есть там какие-то проблемы между Россией и Арменией в данном случае, но они не перерастут в что-то, в нечто больше, более опасное для Армении. Ваша оценка? Дело в том, что в России считают небезосновательно, что они полностью контролируют как правящий класс в Армении, так и ситуацию полностью связанную с Арменией. Армения находится в безвыходной ситуации. Соответственно, Россия может и дальше предпринимать любые действия в отношении Армении. И вариант с оккупацией Армении и Грузии, безусловно, есть в планах России. Вопрос в том, способна ли Россия реализовать данные планы. Есть ли у России возможности для реализации данных планов. Фактически, будущее Армении, независимость Армении и независимое будущее Армении во многом зависит от военного театра действий в Украине и от победы украинской армии. Чем скорее будет нанесено поражение Российской Федерации, тем больше шансов не только Армении, но и всем публикам бывшего Советского Союза, в том числе Армении и Грузии имеется в виду основную часть зависимости от России и самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Касательно угроз России, то нужно относиться к ним более чем серьезно. А для того, чтобы противостоять данным угрозам, необходимо повышать мощь армянской армии, систем безопасности, органов внутренних дел. Это единственное, что Армения может сделать в плане обеспечения безопасности. Кроме того, еще раз повторюсь, что от Армении требуется ясная политика. Нельзя быть союзником России, военным союзником и политическим союзником и одновременно рассчитывать на помощь Соединенных Штатов и либерального мира. Безусловно, что необходимо делать выбор. Либо Армения постепенно превращается в область Российской Федерации, то есть страны, которая противопоставила себя всему цивилизованному миру, страны, которая не считается ни с какими интересами других стран. Либо Армения вместе с либеральным миром отстаивает демократические ценности и строит свободное общество. Другого, третьего выбора не существует в данной опции, в том числе региональной. Исключительно Соединенные Штаты могут оказать ту поддержку, которой предотвратят агрессию Турции и Азербайджана, а использование Турции и Азербайджана Россией единственный механизм с учетом отсутствия общей границы между Арменией и Россией, который позволяет России держать Армению под контролем. Так как Россия на данный момент не имеет сил к сухопутному вторжению через Грузию с целью оккупации Грузии и Армении. Подобных сил у России нет. Все военные формирования, которые могли реализовать данный сценарий, они сейчас уничтожены на территории Украины, украинской армии. Спасибо огромное за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что вы очень много чего сказали, что нужно сделать Армении. Остается либо политическая воля. Что мешает Армении? То, что вы сказали, вроде бы это настолько прозрачно, настолько понятно. Последний вопрос. Почему? Опять же тот же вопрос я в предыдущем своем вопросе задала. Почему Армения не делает этот шаг? Почему она не делает этот выбор? Из-за страха, не понимает. Вот как это объясняете вы сами? Это вот последний вопрос. Вы знаете, я в 2007 году выступал в Ереване, куда был приглашен на съезд до Армянска. Это было 16 лет назад. Была достаточно большая аудитория, много людей. И во время своего выступления я сказал те слова, которые скажу и сейчас. У армянской нации есть три союзника. Главный союзник — это вооруженные силы. Такой же главный союзник — это интеллект армян. И третий главный союзник — это финансовые инструменты, которые армянская нация в состоянии самостоятельно саккумулировать. Это единственные союзники, которые есть у армянской нации. Армянам необходима национальная идея, которая отсутствует на данный момент. Без присутствия национальной идеи ни одна нация не в состоянии достигнуть успеха и выжить в современном мире. Необходима национальная идея, которая объединит армян по всему миру и позволит сконцентрировать свои усилия для возрождения Армении. С Арменией будут считаться, когда Армения будет сильным игроком в экономическом и военном отношении. Опираться на любых партнеров — это хорошо, это необходимо, но главная задача для армян, для того, чтобы выжить, — это концентрация национальных ресурсов, это общая платформа для работы во имя развития и прогресса Армении. не формальные съезды представителей диаспоры, не профанационная имитационная деятельность, которая не приводит ни к какому результату, а серьезная работа, когда будет создана, к примеру, армянское национальное агентство, которое будет системно работать во всех странах мира, как с армянской диаспорой, так и объединяя ресурсы с целью создания в Армении эффективного, успешного, современного государства. Очень благодарна вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что уделили нам время, связались с нами. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с международным аналитиком, экс-замминистра МВД Украины, кандидатом политических наук Тиграном Авакяном. Беседу Вилагаэн и Аракелян. Всех благ. Спасибо.